всем привет ребята мы решили немножко поменять картинку за окном как здесь называется в канаде и приехали в торонто в гостиницу на одну ночь сегодня суббота тот воскресенье мы здесь проведем ночь это не звучит пикантно и поедем домой завтра будем мы жить на девятнадцатом этаже это лобби это такой вид из лобби выходит на озеро онтарио смотри сколько людей гуляет солнечно сегодня тепло ну как тепло минус 2 где-то пусто людей нету за исключением одного дядьки которые там что-то кричит телефон ну конечно пусто кто сейчас останавливается в гостиницах хороший свет здесь правда здесь хорошо было бы сниматься ну значит это не гостиница 5 звезд а может и 5 я даже не знаю сколько здесь вас не наверно не 5 ну такая средней руки downtown торонто гостиница кстати называется the west in harbor castle 4 звездочки так что я почти угадал в принципе из-за местоположения она была довольно дорогая но сейчас все гостиницы очень дешевая потому что потому что никто не ездит отдыхать никто не станет в гостинице очень мало значит здесь есть две башни зато норс-тауэр там состава мы я не знаю в какой мы остановились я надеюсь что музыка не очень громко критика грустно здесь был бар ну то есть он сейчас есть но он закрыт здесь можно было посидеть выпить заказать что-то выпить сейчас все как все так пусто он там до сих пор пиво в холодильнике остался я в маске поэтому может быть так глухо звучит это все вот ну и все есть приспособлено видеть там сиденьки такие чтобы люди могли сидеть отдыхать но все это сейчас пусто это наши вещи мы приехали на одну ночь с такой куча чемодан или с одним чемоданом из всякой со всякой еду привезли с собой потому что сейчас все закрыто все рестораны закрыты где нам нужно заказывать номер я даже не знаю в принципе в гостинице ресторан закрыт нужно откуда-то с аутсайд ресторана заказывать но не знаю насколько это удобно в общем таки дела сижу дома уже боже какой свет хороший плохой я ой нет сижу жду мужа он носит вещи и паркует машину сейчас пойдем на девятнадцатый этаж окей это наш номер входа шкаф ну шкаф и шкаф то здесь есть кофе кофе машины и ведь и молоко водичка ну стандартно ну хорошо утром будет что попить потому что сейчас все закрыто кровать естественно обычно совершенно стандартный номер это я вам объясню потом что мы кофе привет но самое главное в этом номере нет не кресло самое главное это ведь тогда посмотрите какая красота и не знаете видно или солнце отсвечивает мы находимся на девятнадцатом этаже и здесь абсолютно абсолютно шикарный вид это озеро онтарио посмотрите как осенью погода солнце там стоят кораблики которые ходят на на остров торонто айленд вот это вот видите вот эти деревья вот это вот это острове которым принципе живут люди и там тоже существует ну как стоят дома и в общем происходит жизнь торонто айленд на него чтобы попасть нужно ехать на на паром или на вот такой вот вот такая вот вот такой кораблик продолжение экскурсии санузел ну вообще даже не знаю что я вам показываю обычная совершенно ванна здесь ванна и здесь я и это самая раковина и уже тут мы руки мыли кстати мы тут еще раз помните все тройку короче ну в общем обычно совершенно номер не Ридс Карлтон конечно но на одну ночь вполне жить можно а главное вид самое красивое здесь это вид собственно из-за этого вида мы взяли этот номер эту гостиницу потому что вид шикарный так теперь обещала вам рассказать что это такое значит у меня был день рождения недавно и у двух моих подруг тоже был день рождения они приедут сюда в гостиницу со своими мужьями естественно и возможно мы даже нарушим страшный страшно сделаем нарушение карантина и соберемся в одном из номеров и выпьем шампанского в честь наших дней рождения я признаю подарки каждой девочки одинаковые подарки потому что ну я не хотела разное чтобы никому не было обидно это совсем небольшой набор клиник так здесь мыло для лица потом лошен и лосьон для увлажнения кожи ну вот такой маленький совсем наборчик в принципе мы же ничего такого не справляем и просто такой знаете общий день рождения на троих не знаю что они мне подарят ну вот я каждый из них купила вот по такому набору ибо такой вот орхидеи это на самом деле настоящий цветок это не искусственный такая мини орхидея надеюсь что что они знают что с ними делать потому что я такой цветовод что лично я не знаю но посмотрите какая она хорошенькая красавица вот и каждый из них я купила вот по такому цветку и вот по такой вот такой коробочке все по моему красиво правда красиво тоже по моему красиво очень кто? 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 санитайзер куда ж без него сейчас ой, смотри, какие люстры красивые магазин закрыт все ушли на фронт знаете, здесь обычно так весело здесь полно людей люди сидят, пьют вино, кофе ну вот так вот сейчас пандемия, мать ее пардон за мой французский ох, все закрыто, но можно покушать здесь вот такой вот скудный ассортимент для любителей салата и тех, кто тех, кто не взял с собой водичку а кофе всегда на месте зато можно пить кофе Starbucks и Starbucks сколько хочешь круглые сутки и, конечно, звонит Айдер что-то у нас еще какие-то сахар, дела, печенюки ну, в общем скудный карантинный паек выбрались мы погулять по Торонто по Даунтауну я вам немножко сняла хотел показать очень красивый город я очень люблю Торонто он современный достаточно такой новый очень чистый красиво построенный красиво спланированный видимо, в силу того, что современный город просторные широкие улицы в общем красивый город Торонто но немножко такой, знаете типично североамериканский город вот это, кстати, скульптура эмигрантов то есть эмигрантов чтят в Торонто и в Канаде потому что они, собственно построили эту страну ну, в общем довольно типичный североамериканский город похож на все североамериканские города конечно, размеры не Чикаго не Нью-Йорк не Лос-Анджелес но, в общем такой среднестатистический американский город это музей славы хоккейной славы и рядом вот есть магазин Spirit of Hockey значит хоккей в Канаде это религия хоккей в Канаде это что-то святое к этому относятся как к чему-то очень такому знаете национальной гордости потому что в хоккей играют все мальчишки и заниматься хоккеем и играть в хоккей очень престижно и, в общем родители занимаются в 5 утра возят своих детей на тренировки с большим энтузиазмом в общем хоккей очень любят в Канаде это очень почитаемая очень важная и нужная профессия так скажем и оплачивается конечно соответственно а сейчас мы попали в один из самых известных зданий Торонто я даже не берусь назвать это зданием потому что это в принципе проход между зданиями вот эта вот конструкция из стеклометалла была построена в 1992 году и группа архитекторов которые спланировали получили какую-то не помню точно международную премию за один из самых необычных интересных и оригинальных построек на тот момент в мире это в общем-то такая галерея в которой расположены магазины рестораны вот это вот японский ресторан и у входа видите установлено такое панно очень интересное панно сделано из стекла и оно как бы изображает языки пламени довольно известная в общем-то такая конструкция тоже в Торонто поскольку она находится в известном месте ну и довольно оригинальная вещь в общем-то это такой piece of art я бы сказала а внизу находится такой небольшой как будто бы пруд у входа в сам ресторан вот это вход и там обычно плавают золотые рыбки но сейчас рыбок нету потому что ресторан закрыт и кормить рыбок некому их видимо поймали всех их съели ну шутка конечно нет их не съели но видимо поместили в какой-то аквариум пол видите тоже сделан из таких стеклянных плит что как бы добавляет такой необычности этому строению и в общем-то там полно магазинов которые сейчас закрыты я не стала даже их особенно снимать вот попался мне только под руку магазин мужской одежды который по какой-то причине вспоминители витрин этого магазина мужчин одели только сверху а внизу оставили в нижнем белье уж не знаю по каким причинам видимо для привлечения покупателей женского пола возможно и нет у них были какие-то другие идеи а вот это здание старинное здание оно по-моему постройки где-то конца 18 начала 19 века и видите как его интересно интегрировали в новую постройку его не снесли его оставили его отреставрировали и как бы новую новую постройку построили вокруг него причем это не просто фасад это в принципе действующее здание в нем находится банк и туда можно зайти и там помещение внутри то есть в принципе оно как бы не то что просто фасад оставили картинку а на самом деле это здание которое вот так красиво интегрировали в новую постройку печальная картина здесь обычно очень-очень-очень много людей потому что вот за этими вот понос с изображением города находятся рестораны буфеты кафешки в которых всегда-всегда было очень много людей и вот эти вот видите немножко видны остатки столиков которые они в принципе стоят внутри и часть столиков стоит как бы на веранде вот этих вот ресторанов вот за этими белыми заборчиками столики раздвинули поставили на большом расстоянии потому что до какого-то времени когда рестораны были открыты там еще можно было кушать и просто их поставили на разные на далекие расстояния но сейчас и этого нет то есть сейчас и это закрыто и в общем конечно это очень печально потому что вообще это помещение там всегда полно туристов все фотографируют все снимают и сейчас как вы видите пусты никого нету ну что делать такая ситуация вот я вам хотела показать кафе ресторан который закрыт и видите они все приготовили в принципе у нас была такая ситуация одно время что можно было нельзя было сидеть внутри помещения в ресторане но можно было сидеть на улице ну и в Канаде конечно ведь холодно сидеть на улице это понятно поэтому хозяева ресторана видите накупили всякие вот это такие портовал ну как бы переносные камины такие печки и видите здесь даже фарпит это такое место где можно где можно зажигать огонь и вот так вот сидеть на стульчках возле него а здесь прямо сделали вот такие вот закрытые кабинки что внутрь можно вам видно да что внутрь можно было поставить стол и сидеть наверное 2-4 человека можно было но по сожалению все-все закрыто запрестили даже на улицах сидеть в ресторанах поэтому очень жалко потом мы отправились на набережную ну набережная это озеро Антарио как вы понимаете других другой воды у нас нету в городе все что находится на берегу все 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 строения все дома они стоят раз в два дороже чем чем то что находится поглубже то есть первая линия перед водой я думаю что это в любом городе в любой стране так у большой воды всегда довольно дорогое жилье и довольно дорогие помещения в Канаде в Торонто это озеро Антарио самая большая наша вода и здесь как бы все что находится поблизости от воды в моем городе Оквеле то же самое значит стоит намного дороже видите вот это дома это в принципе жилые дома я думаю что квартиры там очень-очень дорогие потому что у них есть вид на озеро и посмотрите какой шикарный закат я долго-долго его снимала потому что не могла просто оторваться от той красоты которая в общем предстала перед моими глазами это Сейн Тауэр наша башня тоже очень известное здание в Торонто самое известное я бы сказала потому что в принципе ну это такая достопримечательность наша местная большая-большая башня высокая наверху там вращающийся ресторан очень известный который тоже сейчас закрыт и мы находимся сейчас называется Харбор Фронт это в общем-то линия побережья и видите вот такие парусники здесь стоят на самом деле это не просто они стоят для красоты на них в общем-то проводят экскурсии летом когда тепло и когда можно это делать есть несколько таких парусников которые в общем-то являются экскурсионными корабликами такими на которых можно кататься никогда не каталась честно вам скажу но надо бы конечно это сделать когда-нибудь соберемся обязательно приедем когда все откроется когда станет тепло вот снимаю со всех сторон видите вечером она подсвечивается это наша башня это наш Сейнтаур подсвечивается разными цветами после Нового года там были большие цифры 20-21 все очень радовались наступление Нового года все надеялись что он нам принесет только радости и свободу так скажем но пока что не видно этого но в общем будем надеяться стемнело и все в общем город стал такой знаете ночной ночной город Торонто и это вот как бы самая-самая центральная часть Донтауна в районе Сейнтаур в районе Роджерс центр добрались мы до гостиницы и празднуем наш тройной день рождения видите у нас три свечки и по цифрам вы наверное догадываетесь сколько нам исполнилось лет совсем другая погода до утра видите вчера было солнышко а сегодня какой туман так нам принесли завтрак смотрите в какой в каком виде сейчас можно завтракать в гостиницах поскольку у них закрыт закрыт ресторан то они приносят на завтрак два мешочка и внутри ничего такого интересного не наблюдается завтрак туриста называется так что у нас ой сейчас упадет это такой йогурт с фруктами из гранулы ну это кстати неплохо это действительно неплохой завтрак хорошие такие диетические главное яблочный сок это маффин я их не люблю много сахара никакого удовольствия так гранула яблоко и и все да кофе пойдем делать вниз или сейчас сделаем у нас тут номер есть кофемашинка ну в общем завтрак такой совсем неинтересно обычно когда в гостинице завтрак нормальный то совсем совсем другая картина а сейчас конечно это все такое жалкое подобие все закончился наш коротенький отпуск если его можно так назвать отправляемся домой всего доброго ребята надеюсь что вам было интересно надеюсь что вам понравилось моя короткая экскурсия по городу Торонто увидимся в следующем видео люблю целую пока пока бай